Природа его неукротима Оказывается, до 300 градусов пламя считается холодным и поэтому относительно безопасным. Огонь любит точность. Не более трех секунд он лишь слегка опаляет тело человека. Дальше начинает обжигать. Не обжечься полностью не получится. В нашей работе мы делаем шоу, мы делаем перформанс. Как бы пафосно это ни звучало, поэтому мы не можем себе позволить замотаться в какие-нибудь кевларовые бронежилеты, противоогнеустойчивые, противоожоговые. Поэтому мы работаем чаще голым торсом, мы работаем в сценических костюмах. Но даже самое, казалось бы, безопасное пламя беспощадно. Иногда после выступления оно оставляет на молодых тренированных телах 5-6 квадратных сантиметров ожогов. Детик самосохранения, он исчезает через несколько попыток, после нескольких тренировок, когда человек пробует взять в руки огонь, когда человек пробует потрогать его, когда человек пробует засунуть руку, провести над огнем рукой, когда он пробует провести огнем по своему телу, он понимает, где огонь может быть опасным, где огонь может быть безопасным. В шоу не используется чистое топливо. Отбычно смешиваются несколько ингредиентов. Основной – керосин. Его пламя 200-300 градусов. В течение нескольких секунд оно не обжигает тело. В суровых зимних условиях топливо возгорается плохо. Чтобы разжечь пламя, добавляется бензин. Именно он делает огонь более горячим, а представление – зрелищным. Конкретно на конкурсе огневых шоу в городе Бычине в Польше добавление бензина в каком-то смысле спасло нас. Оно очень сильно помогло, потому что у всех участников инструменты тухли, а у нас загорелись сразу великолепно, мы взяли первое место. В представления идут в ход разные инструменты. Гири на крутящихся цепях – самое захватывающее. Они горят всего несколько минут. Поэтому артистам надо организовать свой номер лаконично, а барабан создает особую ритмику – и огню, и выступающим. Мы придумываем какие-то идеи. Обычно идешь, например, по городу, возникает какая-то идея, ты прибегаешь к своим, говоришь, вот есть такая идея, и уже эту идею начинаем разрабатывать все вместе. А сейчас информация к размышлению. Огненное представление проходит только в темное время суток, что делает шоу еще опаснее. Огонь ослепляет глаза участников, и зачастую партнеры даже не видят друг друга. Подобного экстрима требует зритель. А он, как всегда, прав. Продолжение следует...